Я был уверен, что все, кому я об этом расскажу, обрадуются и с любовью отреагируют на мои слова Но я получил угрозы расправы, отвержения, ненависть Мой дядя сказал, что я больше не принадлежу к народу Израиля У меня есть друг, который полностью выбросил меня из своей жизни И если я снова тебя увижу, я тебя убью Убьешь меня? За что? Людям было непросто принять то, что я говорю Мне было тяжело слышать, как мой отец снова и снова кричит на меня В конце концов он сказал мне Моти, я принимаю тебя таким, какой ты есть Я люблю тебя, но ты должен держать это при себе Никто не должен об этом знать Моя история началась, когда я полетел в Америку Я мечтал жить там Итак, я приехал в Нью-Йорк и нашел работу Машгеха, инспектора по кашруту в ресторане Деньги, женщин, алкоголь, наркотики, вечеринки Извне казалось, что я жил американской мечтой Но внутри я деградировал Однажды в ресторан зашла женщина и спросила меня о сертификате кашрута того напитка, который ей дали Я посмотрел на нее и сказал, что он сертифицирован таким-то раввином Она взглянула на меня и просто ушла Кашрут этого раввина недостаточно хорош для нее? Оказалось, что есть лагерь тех, которые поддерживают этого раввина И есть другой лагерь, поддерживающий другого раввина Между ними идет серьезная война Но я не мог понять, почему Я не знаю, совпадение это или нет, но однажды в ресторан зашел парень Он посмотрел на меня и сказал на иврите Шалом, мне надо воспользоваться туалетом Я был удивлен тем, что он вообще говорит на иврите Я спросил его, как так получилось, что он говорит на иврите Откуда он его знает? И он сказал, я очень люблю народ Израиля, очень люблю израильтян И более того, я бы даже умер за Израиль Я посмотрел на него и сказал, я израильтянин После того, как окончил службу в армии, я уехал оттуда так далеко, как смог А он, американец, живущий в Нью-Йорке, так любит Израиль, что хотел бы жить там Это было для меня абсурдом Скажи мне, Рори, как христианин, разве ты не должен ненавидеть народ Израиля за то, что мы убили Ешу? Он посмотрел на меня и сказал, вы не убивали Иисуса Мы все его убили Я посмотрел на него и сказал, я никого никогда не убивал Я никогда не совершал преступления Я никогда не крал, не делал ничего плохого в своей жизни Как ты можешь приходить сюда и говорить мне, что я совершил какое-то зло? И он ответил мне, Моти, мы все в грешнике, мы все в одной лодке Нет, 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 Рори, ты никогда не обратишь меня в христианство Не важно, сколько ты будешь говорить, это не сработает И вообще, что за дела? Ты веришь в то, что этот Ешу умер и воскрес? Прямо как, даже не знаю кто Но в Писании написано, что единственный, кто не умер и пошел прямо на небо, это был Авраам Он посмотрел на меня и сказал Авраам? Я ответил, да, точно Авраам Ты уверен, что это был Авраам? Ты думаешь, я неправильно понимаю? Я израильтянин, я говорю на иврите, я читал Библию на иврите Ты не можешь просто прийти и сказать мне, что я неправильно ее понимаю Он откуда-то достал Библию, начал листать страницы, открыл книгу судей И сказал мне, что это был Илья В тот день я пришел домой и сказал себе Что это нелогично, что не еврей, христианин Приходит ко мне и рассказывает мне о моей Библии Это был тот день, когда я решил взять эту книгу и начать читать ее Короче говоря, сижу я в этом месте, полном людей В синагоге Смотрю вокруг, налево и направо Вижу парней, девушек, евреев и неевреев Вдруг подходит ко мне человек Должно быть раввин Поднимает свои руки вверх и говорит Иешуа, благослови нас Иешуа, мы желаем больше тебя В тот момент я не знал, кто такой Иешуа Я повернулся к подруге, с которой сидел рядом и сказал Эй, эй, кто такой Иешуа? Иисус Как она могла сказать, что это Иисус? Я вскочил на ноги и сказал Ты что, ненормальная? Ты же говорила мне, что это синагога Зачем ты привела меня сюда, еще и в Шаббат? Я же инспектор по кашруту Что я вообще здесь делаю? Я слышал, что в Нью-Йорке есть один очень известный раввин Я сказал себе, окей Я прочитал некоторые пророчества из Танаха И теперь мне интересен Новый Завет Я приду к нему и спрошу, что это все такое И так я пришел к нему Так сложилось, что я смог встретиться с ним, что было не так просто сделать Но когда он услышал слова Новый Завет Он вдруг стал очень серьезным Посмотрел на меня и спросил Кто сказал это? Кто рассказал тебе об этом? Я сказал, я прочитал это, я читаю И вот так я пришел к этому Я поднялся за книгой, у меня с собой был Новый Завет И я собирался дать его ему А он посмотрел на него, его глаза раскрылись вот так широко Он взял книгу у меня из рук, бросил ее в сторону и сказал Даже не смей прикасаться к этой книге Даже близко к ней не подходи С его точки зрения, эта книга принесла все зло в этот мир Она привела к смерти евреев, погромам, инквизиции, холокосту Потому я подумал, если будучи раввином, ты настолько уверен, что ты прав Почему же ты боишься этой книги? Ты должен быть уверен в том, во что веришь Потому я все равно продолжил читать Новый Завет Потому что действительно хотел узнать, почему он вызывает такую бурную реакцию Я открыл книгу, начал читать ее И в ней рассказывалось о евреи, который жил примерно 2000 лет назад Который действительно любил землю Израиля и свой народ Он был подобен живой воде Он не был похож ни на кого, о ком я ранее читал в книгах С другой стороны, были эти религиозные люди, которые всегда были против него Которые пытались показать ему, что он не прав Но Иешуа всегда обличал их с любовью Показывал им то, с чем они, очевидно, не сталкивались раньше Я вернулся в Израиль с намерением рассказать моему народу о подарке, который я получил Я был уверен, что люди будут рады за меня Я почувствовал, что не могу молчать об этом Это было что-то такое внутри, что должно было выйти наружу Я хотел показать людям любовь Я хотел дать им понимание о том, кто такой Иешуа на самом деле и что он сделал в моей жизни Однажды я говорил по телефону со своей мамой Она отреагировала так, словно кто-то умер, когда поняла, что я верю в Иешуа Мой папа, очевидно, слушал мой разговор с ней, и он начал кричать на меня Он сказал Моти, тебе промыли мозги Ты обратился в христианство И он сказал Я собираюсь произнести молитву Кадиш за тебя Папа Я очень долго принимал наркотики И я пил Но я не чувствовал себя живым Но с тех пор, как я познал Иешуа Я оставил все это Я все еще твой сын Я не изменился Я все еще я В конце концов, он сказал Моти, я принимаю тебя таким, какой ты есть Я люблю тебя Но ты должен держать это при себе Никто не должен знать об этом То, что Иешуа сделал в моей жизни Я не могу это выразить словами И я не могу держать это в секрете Как я могу такое держать в секрете? Я знаю, что есть много людей, которые ненавидят меня и проклинают меня И они продолжают ненавидеть и проклинать Но они также ненавидели и отвергали Иешуа А он все равно отдал свою жизнь в жертву за них Если бы каждый чем-то жертвовал ради других Даже самым малым Этот мир был бы намного лучше Поэтому я хочу, чтобы больше людей узнали об этом Чтобы больше людей узнали, насколько сильно это изменило мою жизнь И насколько сильно это может изменить и их жизнь Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!